Тот, кто получает доход исключительно в виде зарплаты, беспокоится, не стоит платить в этом случае налоги, забота работодателя. Если же вы продали квартиру, машину или иное имущество, вам необходимо подать декларацию по форме 3 НДФЛ. Это справка о доходах, полученном физическими лицами за 2017 год. Крайние сроки и представления в этом году у нас с учетом всех праздников 3 мая. Здесь посетителям рады всегда, но в день открытых дверей особенно. В рамках акции любой налогоплательщик смог получить информацию о том, каким образом можно сформировать и направить в инспекцию декларацию по форме 3 НДФЛ. Получил пояснение о порядке уплаты налога и практическую помощь в заполнении документов. Здесь у нас гостевой компьютер находится. Каждый налогоплательщик может подойти со своими документами и заполнить в программе свою декларацию, распечатать ее и подать уже на окошечко. О том, как заполнять тот или иной документ, расскажет справочная информация на стендах. Впрочем, всегда можно обратиться к сотруднику, и он расскажет не только о заполнении справки по налогу по доходному, но и даст исчерпывающую информацию и по другим налогам. Например, по транспортному, ведь параллельно идет и плановая работа. А вот скажите, а ветеранам что, есть? Ветеран труда, да? Да, на одно транспортное средство до 150 лошадиных сил. К наплыву посетителей сотрудникам налоговой инспекции не привыкать. И несмотря на массу нюансов в теме налогообложения, работа идет четко, быстро, без образования длинных очередей. А благодарные налогоплательщики выставляют свои оценки этой работе. Вы знаете, я здесь не так давно живу, но мне все нравится. В данной налоговой инспекции я первый раз. Все понравилось, записался через онлайн, попал буквально через секунд 30 на прием. Удобно. То, что по очереди электронная, никто не стоит, не ругается. Все хорошо. Лениться в подаче декларации не стоит. Минимальный штраф за просрочку – 1000 рублей. Впрочем, для тех, кому неохота ехать непосредственно в налоговую инспекцию и высиживать пусть и небольшую очередь, уже давно придуман запасной вариант. Каждый налогоплательщик, независимо от места регистрации, может прийти в любую налоговую инспекцию, ему откроют личный кабинет, где через личный кабинет он может отправить свою декларацию онлайн. Несколько сотен человек посетили налоговую инспекцию вне открытых дверей, а значит штрафов будет меньше, а налогов собрано больше. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.